Приветствую вас, драгоценные подписчики и гости моего канала. Сегодня мы с вами с помощью Бавилонского Талмуда разберемся, что не так с раввинистическим иудаизмом и почему раввины иудаизма это слепые вожди слепых. Но перед этим мы сначала прочтем место писания из Торы, из 5 книги Моисея Второзакония и откроем 30 главу, 11-12 стих. Бог говорит Израилю, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека, она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Вот такое место писания, оно нам понадобится, потому что оно упоминается, именно цитата из этого места писания упоминается в талмудической истории, которые мы будем использовать. И мы сегодня с вами поговорим о истории, которая записана в Вавилонском Талмуде, и называется она Танур Ахнай. Танурошель Ахнай. На русском языке это Печь Ахная. Танур Ахнай. Кто не знает, о чем идет речь, может открыть, найти в поисковике, почитать это. Но мы ее коротко разберем. Итак, о чем идет речь? Давайте посмотрим, немножко обратите внимание на предысторию. То есть события происходят, описываемые в Талмуде события, происходят уже после разрушения второго храма, после того, как Синедрион из тех, кто остался в живых, составился в городе Явны. И там собрались раввины, и они рассуждали, это описано в Талмуде, они рассуждали о том, как правильно понимать, толковать и применять Тору. И шла речь о заповеди, которая есть в Торе, что если нечистое животное упадет на очаг, глиняный очаг, то его надо разломать. И возник такой вопрос, а что же делать бедному человеку, если очаг разломать, его нельзя пользоваться, то чтобы сделать новый очаг, это достаточно трудоемкое и зачастую дорогостоящее занятие. То есть надо нанять человеку, что-то сделать, что займет время, силы и потратит средства. Несколько раввинов рассуждают, что будет, если, допустим, очаг, их разобрать кольцами, а потом между этими кольцами просыпать слой песка, собрать очаг, чтобы между кольцами очага был проложен слой песка, и потом замазать это все замазкой, чтобы очаг вроде бы и цельный, но в то же самом деле он не как изначально цельный, то есть он как будто разобранный. Можно ли такой очаг использовать, будет ли он ритуально чистым или ритуально нечистым? Итак, вот это печь Ахная. Давайте мы посмотрим, что об этом говорится в Талмуде. Печь, которая разрезана по слоям и переложена песком. Принимает ли она ритуальную нечистоту? Раби Элеезер считает ее чистой, а мудрецы нечистой. И это Танур Ахная, печь Ахная. Рассказывают, в тот день Раби Элеезер привел все возможные аргументы в пользу своего мнения, но они не были приняты. Тогда он сказал, если я прав, то пусть рожковое дерево подтвердит мою правоту. В ту же минуту вырвало с корнем рожковое дерево и отбросило его на сто локтей. Ему возразили, чудо с деревом не может служить доказательством. Тогда он сказал, если я прав, то пусть ручей подтвердит это. В ту же минуту вода потекла в ручье спять. Чудо с ручьем тут тоже ничего не доказывает. Тогда он сказал, если прав я, то пусть стены дома учения, бейт-медраж на иврите, да? Дом учения подтвердит это. Накренились стены, угрожая обрушиться. Тут же прикрикнул на них Раби Ешуа. Там, где ученые спор ведут, не вам вмешиваться. И стены из уважения к Раби Ешуа не обрушились, но однако из уважения к Раби Елеезеру они и не выпрямились обратно, и так навсегда и остались в наклонном положении. И снова сказал Раби Елеезер, если я прав, то пусть само небо подтвердит мою правоту. Раздался Батколь, голос с неба. Зачем противитесь вы словам Елеезера? Ведь в вопросах Галахии он всегда прав. Встал тогда Раби Ешуа и процитировал. Не на небе она. Помните вот это место, которое мы прочитали из Старозакония 30 глава 12 стих, что Бог сказал, я дал вам заповедь, и она не на небе, чтобы кто-то сказал, кто бы нам ее принес. Вот Раби Ешуа встал и процитировал вот это местописание, как бы отвергая то, что сказал Бог. Он использовал Тору, чтобы отвергнуть то, что говорит Бог, и сказал, не на небе она. Что означает это? Раби Ремияу сказал, Тора была дарована нам на горе Синай, и после ее дарования мы уже не принимаем во внимание голос с неба, потому что в Торе сказано, по большинству склонятся. Это написано в книге Исход, 23 глава, 2 стих. Итак, что же мы видим произошло? Мы видим прекрасную иллюстрацию того, что такое современный раввинистический иудаизм. Что он из себя представляет, каковы его основы. Обратите внимание, что происходящие события, описанные в Талмуде, им почти две тысячи лет. Это уже после разрушения второго храма, как мы сказали. То есть раввины, они не принимают даже во внимание то, что говорит Бог. Им не важно это. Они взяли, как Иисус сказал, взяли ключ от Царства Божия, сами не вошли и хотящих войти не допустили. И вот дальше, как развивается эта история. Встретился после этого Рэбинатан с пророком Ильяу и спросил его, как отнесся Всевышний к этому спору? Ответил Ильяу. Улыбнулся Господь и сказал, победили меня, сыновья мои, победили меня, сыновья мои. Ницху не банай. Так это звучит на иврите. Итак, сам Всевышний Бог признал свое поражение в споре с раввинами. Это подход иудаизма. Это талмуд. Это основа раввинистического вероучения. Бог не решает, никто не решает, никто не авторитет. И раввинов невозможно переспорить. Они сами этим кичатся, что тут недавно мне попалось видео, где раввин заявляет, ни один христианин не может нам противопоставить никакие доказательства. Мы его, я уже не помню, как он сказал, но суть такое, что мы его просто вот, ну, грубо говоря, другими словами, я скажу, порвем как тузик тряпку. Неудивительно, бесполезно с раввинами спорить, если сам Бог признал свое поражение. Итак, для современного иудаизма Бог не указ, люди не указ, никто не указ. Поэтому и произошло то, что произошло с Израилем. И чтобы, и здесь написано, что спор шел между Эраби Элиезером и мудрецами. Эраби Элиезер это тоже был очень известный, почитаемый раввин в то время. И даже сам Бог подтвердил, что его толкование Аллахии, Галахии на русском, да, это правильно. Поэтому давайте мы посмотрим, что обо всем этом сказал в свое время пророк Иеремия. И это записано в книге пророка Иеремии в 8 главе, с 8 стиха. Как вы говорите, мы мудры, помните, там разговор шел между мудрецами, да? Как вы говорите, мы мудры, и закон Господень у нас. Закон Господень это Тора Тадунай, Тора Господа у нас. А вот лживая трость книжников и его превращает в ложь. Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли Слово Господне. В чем же мудрость их? Вот видите, это пророчество, которое точно отражает то, что описано здесь в Талмуде. Пришло Слово Господне, они сказали, это для нас не авторитет. Они отвергли Слово Господне. В чем же мудрость их? И дальше Бог говорит, страшное, что постигло народ Израиля. Зато жен их отдам другим, поля их иным владетелям, потому что все они от малого до большого предались коростолюбию, от пророка до священника все действуют лживо. И врачуют рану дочери народа моего, легкомысленно говоря, мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, они нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут они между падшими. Во время посещения их будут повержены, говорит Господь. До конца оберу их, говорит Господь. Не останется ни одной виноградины на лозе. Не смог вы на смоковнице, и лист опадет. И что я дал им, отойдет от них. Обратите внимание, что это было предсказано пророком Иеремией за сотни лет до того, как произошло разрушение второго храма. И уже мы говорим, что вот это событие, описанное, когда разбиралось вот это, что делать с печью Ахная, как правильно поступить, это уже было после разрушения второго храма. Это было после того, как вот это проклятие пришло на народ Израиля, принесенное благодаря учению раввинов. Народ Израиля пострадал не из-за того, что они распяли Иисуса Христа, это важно тоже понимать. Народ Израиля пострадал из-за того, что они слушали раввинов, которые отвергли Слово Господне. И был разрушен второй храм. После того, вот этих событий, описанных в Талмуде, в 130 каком-то году, там было восстание Баркохбы, которого один из участвовавших в разговоре, который мы сегодня цитировали, был раби Акива. Он был тогда молодой, он сидел еще тогда, слушал, потом он пошел возвестить раби Элиезеру, что решили по поводу него на этом Синедрионе, его отлучили, раби Элиезера. То есть его отлучили, и он подвергся изгнанию. И это означает, что для раввинов ничего не является авторитетом, авторитетом, кроме них самих. И этот самый раби Акива, он в 135 году, примерно, я говорю сейчас, можете посмотреть, когда было восстание Баркохбы, он признал Баркохбу Мессией. Он был тот, кто поддержал его, и раби Акива, он является одним из столпов современного иудаизма. Он признал Баркохбу Мессией, это привело к полному уничтожению и к полному изгнанию народа Израиля из земли израильской, и этот голод, который продлился 2000 лет. И вот только сейчас, по милости Божией, народ Израиля собирается опять в ту землю, которую дал ему Бог. И, к сожалению, народ Израиля пережил еще Холокост, и раввины имеют немалую долю вины в том, что произошло. Почему вот это произошла катастрофа европейского еврейства? Раввины в Европе не поддержали и противостали сионистскому движению. Что такое сионистское движение, для тех, кто не знает, это движение за возвращение евреев в землю Израиля, в землю, данную Израилю Богом. Это называется сионизм. Кто понимает под этим что-то другое, просто наберите сионизм и посмотрите, что это означает на самом деле, потому что многие, к сожалению, путаются и вообще не то понятие вкладывают. Так вот, раввины были в Европе теми, кто противостали сионизму. До сих пор существует такое направление в иудаизме, в хасидизме, не турей карта. Они противники государства Израиля. Было время, что сжигали государственно-израильский флаг в День Независимости. Израиль, кстати, вот у нас был, сейчас праздновали День Независимости вместе с нашими солдатами, слава Богу, за победу, которую Бог дал Израилю во всех войнах. И это раввины, которые продолжают быть антисионистами, они поддерживают врагов Израиля, они посылали свои представительства в поддержку тех, кто против, и хотят уничтожить Израиля, и, допустим, Иран. Вот то, что происходит. Поэтому, драгоценные, это ситуация, не выдуманная мною, это то, что происходит на самом деле, это заложено в Талмуде, это раввинистическое учение, и не надо путать раввинистический иудаизм с еврейством. Они взяли на себя, вот взяли ключ спасения, как Иисус сказал, и присвоили себе это. Это не имеет отношения, на самом деле, к еврейскому народу. Раввинистический иудаизм, он не пригоден вообще, вот хасидизм и раввинистический иудаизм, он не пригоден вообще для государства Израиль. Это религия галута, одежды, в которой они одеваются, обряды, вот это все, это религия рассеяния. И поэтому, когда государство Израиль стало образовываться, они противостали этому. Они против всего того, что правильно. Поэтому, драгоценные, оставляйте свои комментарии. Если кто-то узнал для себя что-то новое, поставьте лайк, поделитесь этим видео с другими, пусть люди знают правду. И я хочу еще раз подчеркнуть, не надо путать то, о чем я сейчас говорил, с раввинистический иудаизм, с еврейством. Не надо это мешать в одну кучу, и не надо из этого делать, из того, что я сказал, какие-то антисемитские выводы. Потому что, к сожалению, вот этот иудаизм, современный, его корни в Талмуде мы видим, и они привели таки народ Израиля ко всем этим бедствиям. Потому что простой народ послушал их, и вот какие результаты. Кстати, последнее замечание. Народ Израиля, по раввинистическому учению, находится во время, которое названо эстерпаним. Сокрытие лица. То есть Бог сокрыл лицо свое от народа Израиля. И несмотря на это, вместо того, чтобы привести народ к Богу, они его дальше и дальше уводят от Бога. Итак, кто еще не успел подписаться, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч.